Оленевод 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 Думаю, что вот эта поездка нам даст больший настрой на проведение, повышение патриотизма в деле сохранения традиционного образа жизни коренных малочистских народов Севера и, конечно же, нашего оленеводства, родного оленеводства. Гостями из Абайкальского края были представители родовой общины Амикан – Медведь, которые приехали в Южную Якутию первый раз. По их словам, у них проживает более тысячи ивенков. Впечатления, конечно, очень восторженные, столько оленей. У нас бывают праздники, но у нас поменьше бывает этих пар, когда на гонках. А тут вот я смотрю, уже пятый заезд, пять заездов только минутные. Конечно, здесь больше ивенков, больше оленей. Это очень радует. Юные оленеводы состязались в оленях гонках по нескольким дисциплинам. Минутный заезд, верховая езда и общий заезд. То ли олени недооценивали своих юных наездников, то ли еще что-то, но некоторые из них не слушались команды. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Когда на гонках они боятся, когда много людей, а когда в Таге в тишине, когда нет людей, спокойно едут, быстро, полегче ехать. У опытных оленеводов на это была своя версия. Не хотят. Вчера, наверное, на них ездили. На дорогу знают, уже не хотят взять. Тем не менее, юные оленеводы соревновались по-взрослому и шли к победе до конца. 11-летний Миша Кульбертинов, потомок знаменитого снайпера, приехал из Амурской области. Он уже освоил золотые правила наездника. Держаться крепко, не отпускать эгосов и табличка. Держаться крепко, чтобы не упасть. В день соревнований погода благоприятствовала детям. Было достаточно тепло, весеннее солнце щедро одаривало светом. Но это привело к таянию снега. Ближе к полудню он стал липкий, что не могло не отразиться на ходе состязаний. Как и в любых соревнованиях были выигравшие и проигравшие, которые не скрывали свою досаду. Забеги юных оленеводов были не менее сложными, чем у взрослых. Они покоряли дистанцию в 5 километров. А Яна Кириллова учится в 10 классе. Девушка считает, что главное в забеге на длинную дистанцию – это быстрый олень и умение наездника хорошо держаться. Да, там просто кочки слишком быстрые и нарты подлетают. Дочь оленеводов Вероника с малых лет знает, что такое олени и что значит жизнь в тайге. Девятилетняя девочка участвует на гонках не первый год. Я волновалась, но когда сказали на старт, внимание, марш, я это старалась победить. Но я приехала в третье. Как ты думаешь, олень понимает человеческий язык? Я думаю, да. Только мы не понимаем их. Не менее зрелищными стали спортивные состязания «Таежная эстафета», где команды соревновались не только в скорости и сплоченности, но и в умении разжигать костер. Дрова где, дрова? Дрова! Дрова! Анидара, дрова неси! Стоит отметить, что иенгринский национальный наслег – единственное место в России, где проводятся детские гонки на оленях-упряжках. Это уи. Это с правой стороны всегда завязываем. Из-за бригад, горги, намы. С какой стороны? Все с правой стороны обязательно. В целях пропаганды традиционных отраслей, налаживания связей поколений, передачи опыта и знаний от старейшин к молодежи в иенгре, четыре года назад было создано детское общественное движение «Юнный ленивод». И потому неудивительно, что победу одержали хозяева. Мы из Топовского района, село Тополиное. Мы болели за Алину Голикову, которая заняла первое место по женскому брюшку сверху. Я болела за своего старшего брата, Кирилла Семенова. За Ариану Николаеву болели, за Ганю Голикова, за Веню Голикова. Короче, за всех тампонских. Мы болеем за наших юных оленеводов с иенгры. Всем юным победителям гонок и состязаний вручили призы от главного спонсора соревнований ООО «Транснефть Восток». Первое – это сладости, это гаджеты, все то, что нужно. Спортивный инвентарь. Постарались украсить их соревнования, постарались украсить их цели, которые они поставили перед собой. Те, кто выиграл, ребятишки остались довольны. Безусловно, только заложив и передав навыки оленеводов с младенчества, мы сможем сохранить эту культурообразующую отрасль, находящуюся сегодня на грани исчезновения. Я всех животных люблю, даже не несколько. Самое мое любимое животное – это олень, а в воздухе – олен. А 16 марта на берегу реки Йенгра прошел традиционный национальный праздник Ук-Тывун. День оленеводов в Нерингринском районе – это всегда зрелищные и захватывающие события, включающие гонки на олиних упряжках, спортивные соревнования по национальным видам спорта, выступления народных коллективов художественной самодеятельности. В этом году у нас очень много гостей прибыло к нам на праздник. Это более 300 человек с разных регионов нашей России. Это и Амурская область, и Забайкальский край, и Республика Бурятия. Я также очень рада, что в этом году приехали поддержать нас наши сородичи Салекминского улуса, Салданского улуса. И к нам приехали Эвены с села Тополинное – наш близкий народ. После торжественного открытия Дня оленевода на сцене состоялся концерт с участием фольклорного ансамбля «Юк-Тэ» и ивенкийского ансамбля «Гирк-Лэн». После чего на сцену вышли участники конкурса «Национальные одежды». Среди участников конкурса на лучший национальный костюм были не только женщины и дети, но и мужчины. Всего было около 50 участников в возрасте от 3 месяцев до 60 лет. Это наши эвенкийские костюмы. Мы приехали со среднего, ой, Каларского района, село Чара. И для нас присущи именно вот такие праздничные нарядные эвенкийские костюмы. Традиционные для нас высотные горы наши – это Удаканы, Кадар, 2000-100 километров высотой. Это у нашей Ел – рога оленя. Вот такие, беденки. Ну, это квадратики такие. Чисто женский костюм. Ну, а здесь наши присущи только, наши цвета – зеленый, белый, жизнерадостный. Традиционные полоски наши, вот эти, всегда. А шахматы мало? У нас бисера мало. Ну, у нас почему-то присуще, что у нас бисера мало. Мы всегда минимальны. У нас в основном, вот смотрите, совсем чуть-чуть, и все, весь наряд. Затем состоялись игры народов Севера и состязания по перетягиванию Бурана, где традиционно было много зрителей и болельщиков. Одновременно с концертом на главной сцене кипела жизнь на всей огромной площадке Большого праздника. Здесь можно было не только покататься на оленях, верхом или на нартах, или просто для души, покататься на собаках, но и отведать национальные лакомства – шашлыки из оленины, приобрести сувениры, купить меховые и другие изделия местных мастериц. У гостей праздника была возможность купить оленину, рыбу и даже диких уток и зайца. Я приехал из Тимбы посмотреть на день оленевода. Ну, тут вообще очень шикарно, мне очень понравилось. На следующий год опять приедем. То, что я живу в Якутии, как бы в другом регионе, я такого просто не увижу. Ну, а самым зрелищным, безусловно, были гонки на оленях-упряжках. Федор приехал из Амурской области специально для участия на гонках, причем оленя своего он привез с собой. Ну, олени устали своим ходом, наверное, на машине вез я их. Уставшие. Я только было вчера, привез их на машине. Сколько ехали? Ну, я полторы сутки, что ли, ехал. Среди женщин не было равных Надежде Семеновой, потомственному оленеводу, который участвует на гонках ежегодно. Но фортуна улыбнулась ей только в этом году. Свою победу она посвящает своему отцу, который привил ей любовь к оленям с юных лет. Нынче вот так получилось, что выиграла на общих первых местах. Гнать тяжело. Они же обгоняют, переворачиваешься. Два раза перевернулась, встала, догнала, села и вот. Оленьи гонки – одно из ожидаемых зрителями видов спорта, где профессиональные оленеводы демонстрируют свое мастерство. Все участники соревнований показали честную и красивую борьбу, а гости праздника, несомненно, получили массу ярких и незабываемых впечатлений. Гонки всегда захватывающие, особенно женские гонки. Олени гонки – это азарт, настроение, веселье. Масса впечатлений очень. Красивые гонки, красивые олени. Нам все очень понравилось. Победителем гонок среди мужчин стал Федор Андреев из села Уснюкжа Амурской области. Среди женщин – Надежда Семенова из села Иенгра. Им были вручены снегоходы «Буран». А оленевод, показавший лучший результат в минутном заезде, получил в качестве приза электрогенератор. Вы знаете, у нас в республике в этом году объявлен нашим главой республики годом консолидации. И я очень рада, что в этом году консолидировались все промышленные организации нашего района и помогли в проведении этого праздника. Все мероприятия, посвященные празднованию Дня Оленевода, прошли с большим успехом и собрали, впрочем, как и всегда, большое количество неравнодушных к национальным традициям людей. В этом году праздник был посвящен Году консолидации в Якутии.